Семья собиралась на дачу. Бабушка оставалась в городе, чтобы смотреть за домом. Она очень беспокоилась о внуках и боялась, что без нее родители не доглядят за ними. Когда она узнала, что возле дачи есть озеро, она не спала всю ночь и утром, прощаясь с детьми, наставляла их. Я знаю, что вы, мальчики, умеете плавать, но ведь маленькая ваша сестричка не умеет. Она еще совсем маленькая. Мальчики утешали бабушку и говорили, что присмотрят за сестричкой, но она все равно волновалась, когда представляла себе, как дети сами идут к озеру, катаются на лодке, ныряют. Она сказала, мне бы хотелось, чтобы хотя бы один из вас умел оказывать первую помощь. И голос ее дрожал при этом так сильно, что один из мальчиков пообещал ей, что будет все время смотреть за сестричкой, и что бабушка вполне может положиться на него. Сестричке было всего два годика, и, конечно, с нее нельзя было сводить глаз ни на минутку. Даже дома за ней зорко смотрели, а тем более это нужно на дачу у озера. На другой день семья прибыла на дачу. Она была окружена садом, невдалеке был лесок и озеро с чистой теплой водой. Погода была прекрасная. Тихий ветерок чуть-чуть колыхал поверхность воды, вызывая легкую зыбь. Каждый день дети катались на лодке, играли в песке на берегу, ныряли с мостика в воду, играли, будто они спасают друг друга, и это было хорошей практикой для них. Однажды, когда они играли у озера, неожиданно поднялся ветер. Солнце спряталось за тучи. Стало темно и холодно. На озере поднялись волны. Мальчики с восхищением смотрели на волны и вдруг увидели, что и сестричка пришла к берегу озера. Иди в дом к маме, кричали они, но она не хотела идти домой. Она побежала на мостик и встала на самом его конце, чтобы посмотреть на воду. Сильный ветер толкнул ее, она потеряла равновесие и упала в воду. Старший мальчик прыгнул вслед за исчезнувшей под водой сестричкой. Теперь нужно было показать свое умение и исполнить данной бабушке обещание. Он без труда нашел сестричку, схватил ее за платьице и вытащил на берег. Младший мальчик уже стоял там, чтобы оказать помощь. Девочка чихала и кашляла, терла глаза руками и громко плакала. Кричит, значит, жива, решили они. И какой дорогой она им показалась в тот момент. Как рады были они, что вытащили ее на берег вовремя! Прошло несколько недель. Каникулы кончились и семья возвратилась в город. Мальчики с мамой и сестричкой поехали проведать бабушку. Старшего мальчика представили бабушке как героя, и она сразу догадалась, что ее опасения сбылись, что кого-то пришлось спасать из воды. «Я горжусь тобой, мой маленький герой», — говорила бабушка, когда ей рассказали подробно, как он поступил, когда увидел, что сестричка тонет, как хорошо быть смелым и всегда готовым помочь тем, кто попал в беду. Как ценим мы таких людей и как благодарны им. Но еще больше, мы должны быть благодарны нашему Господу за спасение наших душ. Он ведь не только рисковал жизнью ради нашего спасения, но он отдал жизнь свою, чтобы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную.